господа ревеллио вообще я должен вам признаться пипец здесь я применяю технику тайского массажа я собираюсь полететь в космос то нам запретить вы 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 кто кто никто что это это кулинарное шоу или занятие по зелье варенью немножко некими наш получается там его лянца я вижу там признаки интеллекта пусть заполнен миска сито шат 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 дайте мне его я его порежу а будет ли пар или нет мы узнаем в следующей серии всем привет это петербург новый год уже совсем близко а на столе пусто дабы исправить это досадное недоразумение мы созвали экстренное петербургское собрание и порешили снимать праздничный выпуск нашего кулинарного шоу прошлые два раза мы обратились к истории в этот же раз нас вдохновила литература о да упоминание основного блюда мы нашли у ивана шмелева в святках и это рождественский гусь но как такового рецепта мы там не отыскали поэтому сегодня приготовим гуся на свой кривой вкус ну а десерт дабы придать нашему столу изюминки и мирового масштаба мы нашли у джоан роулинг книги гарри поттер и тайная комната да и это райфл блюдо непростые а повара мы неопытные оттого в готовке полагаемся на удачу и волшебные ритуалы предлагаем и вам обратиться к одному из них подписаться на канал и прожать звонки колокольчик ну что ж пора приступать господа к столу для того чтобы начать нам понадобится настоящая магия вы готовы всегда рибелио райан гуслинг райан гуслинг и статус гусс что я вижу перед собой яблочки а кто-то уже нарезал так это магия альсины морковь абсолютно верно и некая неведомая мне жижа которая приготовлена вот этими четырьмя руками это наш маринад который мы будем значит пытаться замариновать нашего гуся так как у нас не так много времени мы не могли его стать намариноваться на целую ночь есть хитрый способ как сделать это быстро мы сейчас надрежем этого красавчика откроем так сказать ему поры куда впитается этот маринад хорошенько его намажем везде внутри снаружи все лапки все крылышки все ножки а внутрь пойдут как раз те самые ингредиенты которые вы перечислили яблоки и апельсинки и даже морковь я честно говоря с таким никогда не сталкивался чтобы смешивали овощи и фрукты но попробуем почему нет чего нам запретить вы 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 кто кто никто у нас уже есть подготовленный противень с фольгой мы будем запекать гуся в фольге там уже лежит шейка гуся не будем показывать потому что мы это мерзительно честно говоря ну что давайте приступать дмитрий вы сильный вы матерый я матер вы даже не знаете что такое бояться что мы берем своей сильной рукой как я уже привык но и а каким движением таким вот нам нужно сделать разрезы какого такую шашечку грубо говоря то есть мы идем сначала по в одном направлении и на другую мясные кусочки да и дальше в другую шахматную даст до открываем именно вот те места где есть мяско которое нам нужно промариновать и прям от начала и вот так да все но поехали поехали так волнительно согласен первый смотрите по глубине не обязательно прям чтобы прям до костей как говорят другого рода но как говорят повара типа нельзя надрезать до мяса то есть нужно именно надрезать жировую прослойку и тогда это будет идеально но в принципе в принципе никто не говорил что это каким-то образом помешает гусю приготовиться поэтому смотрите так не на всю силу где-то на процент сороку тогда но никто и не говорил что я тут повар мы я во всем полагаюсь на случай так сказать поэтому поехали поехали по ощущению я надрезаю только жировую прослойку как завещал гордон рэмзи а у стоп и вот а юзи и по ощущениям вы масло это хорошо хорошо отлично 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 масло вот так мягко все идет я подточил этот нож перед началом наши вы я подточил этот нож смотрите николай знаете в чем главная система приготовления гуся не знаю я тоже не знаю но я прочитал дело в том что гусь очень жирная птица поэтому его нужно в идеале готовить на небольшой температуре но долго чтобы жир спокойно вытапливался и уходил из гуся тогда мы получим очень сочное мясо который не будет очень жирным не будет иметь привкус вот это тут кстати обязательно отрезайте гуску потому что она может дать неприятный вкус мы ее удалили выдворили выдворили из нашего гуся поэтому мы сейчас все это красиво надрежем дальше мы это все замаринуем положим наш подготовленный противень запакуем фольгу и отправим запекаться а пока он будет запекаться мы приступим драйфулу да 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 ну дмитрий браво я бы сыграл шахматы с вами на этом гусе честно говоря проявите уважение да ну что получается все это все теперь рифлен очень важно положить гуся в противень и будем смазывать ну что ж перегружаем уважаемый гусь и вая ножки не помещаются вы сможете их подкатать так аккуратненько чтобы поместились ну это идея немножко не кименаж получается ну что а теперь та самая вейва которой говорил дмитрий в начале что у нас здесь мы сегодня решили попробовать соединить рождественские ароматы и немножко азиатских таких ноток соответственно у нас здесь есть и корица и бадьян кардамон сычуанский перец мед соевый соус имбирь чеснок и цедра апельсина вот такой вот бешеный набор аромат но аромат не было я пахнет действительно азии господа я предлагаю теперь этого красавчика приступать к намазыванию собственно могу вам а вам нужно наверное кисти для намазки я думаю что кисть нам не понадобится мы будем делать мощный такой поварской массаж этой птицы потому что нужно чтобы маринад попал повсюду соответственно и снаружи в каждую щелочку в каждый надрез и даже внутрь нам все нужно замариновать хотите его на машу давайте николай пожалуйста держите просто лапой хватает смотрите просто вот половинку сейчас маринада выливаем наверх половинку леная массаж гуся начинается иди сюда марина получается азиатский массаж конечно тайский массаж лавинка есть и теперь втираем это втираем массажируем каждую точечку каждую ананасы я уже массажировал алды помнят а теперь на каждой крылышка просто каждую щелочку время гуся только не разорвите николай да 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 как бы я в клещах бешеный я думаю что любой гусик хотел бы оказаться на месте этого гусика чтобы николай его промассажировал как следует здесь я применяю технику тайского массажа еще запрыгивать пятками давить просто тайский массаж превращает гусика в кашу здесь я здесь немножко спортивного хорошо разогревающего а здесь расслабляющего нормально но мне кажется он достаточно расслаблен кстати довольно тщательно николай абсолютно тщательно этот гусь промассирован давайте следующее что я только что посмотрел николай еле оторвали николай от этого гуся он измассирован напрочь так господа осталось самое простое ну как нам кажется конечно может быть это не самое простое мы берем всю эту красоту яблочки апельсинки и морковь и забрасываем сопла гусины так сказать начиняем гуся так сказать да и так а с чего начнете кирилл я начну с морковки 3 поехали так яблочки пошли а это тот знаменитый эксперимент где обезьян учат в правильное отверстие правильную фигуру снять а тут все да я собираюсь полететь в космос пока у меня все получается у нас есть треугольнички дольки чистой ручкой я беру фрукты овощи грязной ручки запихиваю их внутри гуси как мне кажется можно укладывать слоями я так и делаю кстати как ты это видишь но я просто неплохо рентгеновское зрение кирилла помогает я просто комбинирую честно говоря кирилл неплохо ориентируется внутри гуся могу вам подсказать где библиотека в 3 часа ночи так что теперь самое главное с ума не сойти чтобы он смог запаковаться могу ли я задать вам вопрос давайте чем начинен этот гусь апельсинка морковка яблочко и маринад получается гусь заполнен я думаю что можно да еще немножко конечно все мы зашьем гуся не переживай при приготовлении еды это кожа эти мышцы будут очень сильно сокращаться будут уменьшаться в объеме соответственно если мы перенавалим туда начинки то какой-то момент она просто лопнет от того что начинка понимает в чем система поэтому лучше смотреть немножко свободного местечка мне кажется так будет достаточно хорошо и вот так мы его запакуем слушайте а вообще есть какое-то новогоднее настроение у вас или нет ну тут такие ароматы как его может не быть очень даже есть хотели на новый год я хотел был спасибо а николай давай что не тизне реально кириллу обыденные вещи говорит тизне реально да неплохо я тоже такой взял и то это будешь вырезать ну что зашиваем да смотри поехали давай его буквально заперли на кодовый замок да это можно в почту россии приносить такую упаковку замечательно просто ну что осталось совсем просто все да мы берем заворачиваем и теперь аккуратно с одной стороны знаменитые деревянные нитки вы слышали что-нибудь и с другой выглядит блестяще ставим это дело в разогретую духовку 180 градусов на целых два часа поэтому у нас есть куча времени чтобы начинать готовить следующие замечательное блюдо как она напомните николай зовется итак господа сейчас очистим стол и тут появятся новые ингредиенты через три две одну что и что и что и что и что где ты был лучше вам не знаю кажется он был в ролике про буквоед где мы его искали что это это кулинарное шоу или занятие по зелье варенью ну кстати зелье варенье потому что это трайфл из гарри поттера которые ели крэп и гойл тогда приступим прежде всего нам для нашего трайфла нужно приготовить кустарта что такое господа это всего лишь навсего заварной крем просто такое хитрое название в этой замечательной посудине дмитрий скипетр это молоко это молоко а я так понимаю что у нас вкус старт или вкус старт войдет полтора стакана молока абсолютно верно так дальше нам понадобится кукурузная мука либо кукурузный крахмал будем это все загущать у нас мука засыпаем добавить нужно нам сахарок да просто рукой узнает коньк пруд что мы здесь неисчерпаемая сила находится в этой руке силу земли прежде всего и скорее всего силу земли попробуем вот столько потому что там убить и сахара будут раздроблены а это а это сахар а это соль сахар только что был добавлен и так теперь не как я и сказал это соль замешать все это дело поехали выглядит довольно однородно согласен ну что пора и нагреть это дело согласен нагреваем но не кипятим давайте воду на плите чего же начинай работать плита индукционная я должен насколько я знаю помешивать все время постоянно выставили на средний огонь а мы пока с николаем устроим яичный беспредел и так нам нужно по судина спасу судина есть заранее добавляем наши желточки дмитрий до греет жижу жижу греет после этого мы берем некоторое количество этой жижи добавляем сюда и будем делать темперированные желтки господа что делать темперированные желтки мы их здесь забьем вместе с этой жижей а затем жижа номер два под кодовым названием желтая жижа так мы перельем обратно к вашей же же потом вы еще замешаете эту жижу до полного объединения так затем мы снимаем его с огня добавляем туда ванильный экстракт можно добавить рома если вам хочется конечно мы сегодня держимся так сказать дальше мы просто спокойненько добавляем туда все оставшиеся ингредиенты замешиваем через ситечко мы все это процедим и я справим охлаждаться до следующего вызова у меня уже все это однородное стало я что пар даст нам некий знак штор конечно как на среднем огне пар не будет побудет будет да будет как-то не а будет ли пар или нет мы узнаем в следующей серии но вы говорили пара не будет бар есть все блеск дмитрий пожалуйста возьмите половничек я срочно готовлю специальное устройство ловничек взять срочно взбивать все опа смотрите какая штучка кирилл давайте выберем половничку давайте за правой или за левой господа проголосуйте в комментарии давайте ждем спасибо я готов и что давайте опаловником нет сюда мне немножко жижки опаловником конечно ну не рукой же хотя ваши руки мед давайте погнали взбивантус ну классно классно помешивайте помешивайте чтобы работала у нас она работает завораживающее зрелище жижа просто блеск хэштег жижный день друзья это жижа номер один кодовое название жижа номер один это жижа номер два желтая а теперь совмещение они образуют жижу номер три вот она жижа номер три замешиваем про теперь наша задача загустить это дело но опять же не кипятить но чтобы она некую густоту приобрела я вас услышал какая густота нужен по плотности ну вот как обычный такой рядовой кустар честно говоря дмитрий как заварной крем вот нам нужно что то чтобы она стала таким очень сбитеньким дмитрий так у вас там густота густотища именно так смотрите что моя нагустела это идеально вот так кустарными методами дмитрий сделал потрясающий кустар кустарными так осталось добавить сюда на маслице и немножко ванили все и получается наш заварной крем готов может приберемся тогда хотелось бы николай у вас есть какие-то предложения есть давайте я для начала призову сюда чистоту акцию чистота довольно чисто неплохо не много все еще не хватает масла на акциума что вы творите вообще так вы что дмитрий давайте сюда этому красавчика идите в центр так и теперь вмешиваете это вовка отсюда давай масло брак цио выпадаться ну ладно давай о какой-то сливочный вкус приобретает этот жижа номер три буренок черники это уже комбинированная жижа новая разработка нашей лаборатории я вижу там признаки интеллект разума это когда не расеть просто очень жидкая это у меня уже пола это нужно взбить еще сильнее понял замешь так все тогда кирилл передаю вам давайте я забью это Николай, вы готовьте миску и сито Миска, сито Четвертая вещь, на которую можно смотреть бесконечно Как жижа номер три под мощным и внимательным управлением Кирилла Взбивается в массу номер один Да, я правильно говорю? Да Каналик! Дмитрий, а вам понадобится ваша скачула Скачула понадобится лопаточка О, я за ней Дмитрий, скажите, пожалуйста, в каком году вы взяли золото в соревнованиях по фехтованию? В любом году я взял золото по фехтованию У вас была какая-то тактика, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживал Золотой человек А вообще, вы знаете, я могу пойти на маскарад такой И быть неузнанным Абсолютно верно Так, Кирилл, вас интересуют лопатки, их есть у меня Отлично, теперь смотрите, мы соединим приспособление в одном едином паре В одно гигантское приспособление Что нужно делать? Сюда сито Теперь через это сито мы просеем нашу жуевую Помогите ей вывалиться, пожалуйста, Дмитрий Сито-гврито Сито-навалито Таран-таран-таран-таран А если вы хотите узнать, что за шутку мы только что вырезали Отправляйтесь к нам в бусте и в патриот А ты хорош Да, я тоже смотрел шац Шац, 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 шац Так, и теперь я должен это все вмазать в это большое Да, мазывайте жестко То есть мы избавляемся вообще от комочков любых Да, нам нужно просеять, чтобы это все было прям такое смуф, если вы понимаете о чем Мягенькое такое Да что за терминатор 10 жидкий крем Очень мне нравится Вообще, я должен вам признаться, дорогие друзья Пипец, вообще всякие Просто всякие сладюзьки Это моя жуткая слабость Я это бесконечно могу делать Получается, это ваши слабузьки Слабузьки Сталоктипик Чтобы вы понимали, в далеком 2020 Сталокмиты Нет, нет, и судамиты еще В 2020 году, когда был карантин Когда был карантин? Да Я не могу говорить, бенисходя В каком году был? В 2020 году, сидя на карантине Я приготовил 3 килограмма самодельного торта панчо Это настоящий панч получается Он был гигантским Ну все, Дмитрий, тоже с ума не сходить Ну давай все Всех детей мы не накормим, так что давайте Тихо, тебе дать мне Все, ухожу А ты будешь домазывать? Все, я ушел Самая важная жижаида, которая нам нужна была для этого рецепта У нас готова Мы сейчас отправим ее охлаждаться И дальше мы займемся вчерашним кексом Почему вчерашним? Мы месяц готовили этот кекс Да, серьезно? Вчера он приготовился Неправда Этот кекс готовится весь декабрь То есть его не грех положить в некий фундамент здания Потому что он настолько крепок сейчас получится Нет, каждый день мы пропитывали его Ага, ну все, тогда вопросов больше нет Опа, у нас уже тут все чистенько Все готово к следующему этапу Кексовому этапу, Николай Дайте мне его, я его порежу Давайте, кексмейстер сейчас что-то будет делать А что ты будешь делать, Коль? Я буду его резать А как? Я его буду крамзать кубиками Кубиками? Да, нам нужно сейчас порезать этого красавчика И мы его выложим вот в эти вот наши прекрасные стаканчики Вот на дно, где-то сантиметр на два Это будет первый слой нашего кекс Кирилл сказал, что половины нам может хватить Поэтому я... А мне сказал Крэп и Гойл Ну, это надежные источники А им сказала Джоанна Роулинг Достаточно древний кекс, хороший подбор Месяц настаивался И пропитывался И пропитывался слезами Тех, кто хотел съесть его раньше Слезами слезы Рима? Кексмейстер Николай нарезает Какими-то очень аккуратными кубиками Господи, у меня есть потрясающая история про газ Но, к сожалению, она может пойти только в бусте и в патреон А давай попробуем А если вы хотите ее услышать Приходите к нам в бусте и в патреон Что, приступаем? Давайте понемножку засыпаем А чуть-чуть будем брать кубов Конечно, вы можете уплотнять А, я думал, что надо с уважением подходить Это довольно уважительно уплотняешь Не стоит переживать по этому поводу Узнаете, сколько у вас в семье человек, знакомых, близких Возьмите наши пропорции на три и увеличьте их Но мы еще обязательно где-нибудь здесь Либо здесь, либо в описании будет Пожалуйста Некая громовка Сама краешка, видишь, один положи, пожалуйста О, такое дело Встал, как родной Пожалуйста Вообще, господа Есть один большой секрет в приготовлении пищи Делайте, как вам, по кайфу Это самое важное Пробуйте Просто вот замешивайте и пробуйте Замешивайте и пробуйте И когда вам нравится, значит, правильно Все По-другому это не работает Можно сколько угодно смотреть громовки Можно сколько угодно смотреть Джейми Оливера Гордона Рэмзи и всех остальных Но, господа, пока вы сами своими ручками это не сделаете Вы все равно не поймете Поэтому такова система Может быть, мы сейчас это попробуем И отравимся Поэтому мы дадим вам знать А хотите узнать, отравились мы или нет Переходите к нам в пусте и в патреон Хотел добавить к этому большому спичу Кирилла О том, что когда речь заходит о сладеньком Громовка превращается в килогромовку Ооо, неплохо, неплохо Так, господа, насколько я знаю Рецепт дальше этой лопатой Абсолютно верно Мы начнем ковырять этот джем Да Так сказать, мы будем джемить сейчас Абсолютно верно Поехали, давай Давайте Труба! Вот такой джем Вот и поджемили А если хотите услышать продолжение джема Переходите к нам в пусте и в патреон Хочешь попробовать? Не хочу пробовать Хочу смотреть, как вы будете мучиться Дело в том, что джем липкий Кекс, он будет прилипать страшно Не хочу этим заниматься Кажется, что будет все окей В чужом стакане килограмм джема видишь А в своем и грамма даже не видать Вот это ничего себе вы себе наготовили Я просто проверял на самом деле По первому своему стакану Сколько должно быть джема в среднем Это же как с сыром, Кирюш Там было написано промазать А не добавить весь стакан джема Ты знаешь, что? Конечно удобно промазать джемом, когда его полный стакан Почему граммовку сыра вообще неверно указывать где-либо? Почему? Потому что его можно только сердечком отмерить Конечно, конечно Все, кажется, что уже тут заджемлено все Ну это блеск получается Теперь вторая фаза готова Мы это отправляем также охлаждаться И ждем третью фазу, где мы объединим нашу экспериментальную жижу номер 3 Эти замечательные заготовки И нам еще нужно будет сделать взбитые сливочки А мы там еще добавим немножко сахарной пудрочки А у нас еще осталось, знаете, что цедра апельсинчика Уля-ля-ля что это будет Так что все Убираем в холодильник Найс Ну что, большой первый этап закончен Мы достали нашего красавчика В какой-то момент мы открыли фольгу Чтобы он чуть-чуть подрумянился Но это еще не все Нам нужно его немножко помазать И еще немножко закинуть буквально на 5-10 минуток Чтобы он подрумянился Чтобы была такая корочка прям красивая Такая с кисленькой сладкой Я предлагаю соусом хой син Как вам, раз у нас такой хозяйский сегодня соус Я его массировал, давайте я его Давайте, Николай, пожалуйста А я пока расскажу, что мы сделаем из вот этого Передайте, пожалуйста, мне пиалу Это божественная жижа номер 4 Которая стекла, так сказать, стаяла с гуся Но здесь не только жир Жир основной мы убрали Здесь вот эти все самые вкусняшки, которые мы хотим использовать И из этого мы сделаем потрясающую подливу Под кодовым названием жижа номер 5 Которая пойдет уже непосредственно к финальному нашему красивому блюду Так что сейчас мы подмажем нашего красавчика Закинем его допекаться И сделаем эту жижу Гусь у нас запекается дальше Осталось совсем немножко Будет красивая корочка блестящая Теперь самое важное Подлива для гуся Которая будет сделана на основе гуся Это его соки У нас есть загуститель в виде кукурузной муки Тира и крахмала Как вам удобнее, как вам больше нравится И хотим добавить немножко нотку Сладенький такой апельсиновый сок будет У нас разогретая сковорода Сюда идет Все, что сладенькое, меня очень интересует Наша жижка Немножко, немножко жира гусиного Ждем, когда немножко поднагреется И будем добавлять наш загуститель Давай, по чуть-чуть всыпай Какая увлекательная химия Вы бы видели, что здесь происходит, друзья Я... Ну что, можно я? Конечно Давайте, давайте, поднаваливайте Опа Хорошо Какой же будет соусец И что? Продолжим заниматься сладеньким? Дмитрий, мне кажется, эти сливки вызывающие себя ведут Абсолютно верно Могли бы их немножко взбить Поставить на место Они будут деклассированы Итак, мы берем... А я в это время, пожалуй, разложу ваш кустард По нашим трайфлам Было бы здорово сделать, Николай, кстати Впервые мы будем заняты все вместе пара Идеально Первую историю паттервиля Чтобы доделать мне, получается, верхнюю часть, верно? Я беру сливки жирные, непримерно Абсолютно Эти сливки такие жирные Сахарная пудра Кирилл, на твой взгляд, сколько положить? Ну мы же вроде как это и отмеряли, так что засыпайте прям смело вообще Точно мы же отмеряли Чем слаще, тем лучше Сразу замешать или еще корички добавлю? Корички добавляйте немножко цедры Чуть-чуть Чуточку цедры прям Давайте вот так вот Знаете, вот эта атмосферка, когда до Нового года уже остаются считанные полчаса И вся семья бегает и суетится Да, прям полчаса по вашим часам? Ну, цедры сколько? Все? Не-не, чуть-чуть совсем Ну что ж, начинаем, да? Ну-ка, Дмитрий, покажите, как вы это делаете Сейчас эти сливки будут избиты Мне нужно до пиков это все поднять, правильно? Да До улицы Вильгельма Пика Ну что ж, получается, вот мы заканчиваем украшательство этих прекрасных малюток из Гарри Поттера Трайфлы наши Не такие же немалютки в вашем исполнении, Дмитрий Рацанин Ну, потому что они в нашем исполнении, так сказать Ну, мне же мало не надо, Кирилл Я понимаю Абсолютно верно Ведь речь идет о сладеньком Вот какие они красивые получились у нас Ммм, со всех сторон красавчиков Так, а вот Я уже чувствую, жар, жар со спиной чувствую Ну, вы видите, какая глазировочка от соусов Хой скин получилась Господи, это просто Пахнет, ребята А еще есть подлива королевская просто Так, нам получается, что нужно всего лишь три тарелки Ну и как это разложим сейчас, как польем этим, как попробуем А, то есть не сюда поливать надо, а на отрез Нет, 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 конечно, это отдельно, аккуратненько на тарелочку Ну что ж, друзья, тогда вот, получается, собственно, наш Подождите, трайфлы не готовы Одна маленькая, волшебная деталь Нет, нет, давайте называйте их, как мы уже привыкли Как зовут его? Снежанна, получается Снежулечка Снежулечка, Снежанна Да Елулечка Елуля? Елулечка Елуля И Лосюлечка, это мой, конечно же С Лосюлечкой это мой Ай, как красиво Ну, это ли не красота Ну что, надо резать теперь? Конечно Да? Фух Вообще, по-другому не скажешь, Дмитрий Да Ну что ж, вот так выглядит наш король стола Наш новогодний, так сказать, ужин получается У нас есть вкусняшка, вот чтобы такая прям подкрепиться И вот даже есть десертик Классический рождественский гусик У нас есть такая традиция в Петервиле Мы даем попробовать Николаю мясо гуся Если он остается после этого жив, то мы все обязательно потом после съемки кушаем это с радостью Как котику С радостью Всегда, когда можно скушать мясо, я непременно это сделаю Итак, Николай В соусе его обвальняем Ну-ка Это правда мы сделали? Серьезно? Вкусно, 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 господа И никакой обады кедавры получается А это печеное яблочко? Ну-ка, давай Яблочко печеное У-ля-ля, вкусно яблочко Раз Николай попробовал, то и я, конечно Балдеть Попробуйте меня удержать Дмитрий Иванов, самое сложное Попробуй десертик Волшебная палочка у меня с собой Так, как бы я его попробовал Вот так вот зачеркнуть Вам бы захватить, конечно, все Попробуем Ну что ж, проникаем внутрь этого трайфла Скопать трайфл Да А у меня как Елалия, да, называется Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-й Что за многослойность? Многогранность Ну что? Дайте мне время Мне нужна секунда Здесь нужно будет поставить хор ангелов Это просто что-то Я аж покраснел от удовольствия Да вы только попробуйте Я с радостью попробую, но после съемки не гоже перед камерой лопать. Хорошо, хорошо. Ну что? Нам пора переходить к самому приятному. Выключать камеру и начинать это все есть. К радостям нужно поблагодарить всех, кто участвовал в создании этого шедевра. Спасибо, Николай. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Николай. И поблагодарить Даньку, который снимает. Поблагодарить Настю, которая смотрит. Поблагодарить Лешу, который пишет звук и снимает. Поблагодарить Леру, которая все время все утаскивает, а мы потом обратно возвращаем. Да. Всем большое спасибо. И теперь самое важное. Самое важное – поблагодарить наших подписчиков на Патреоне. Наших бустеянцев, которые очень сильно помогают нам в создании всех кулинарных шедевров. Не побоюсь этого слова, между прочим. В общем, помогают нам в создании контента всех наших подписчиков, любимых, которые подбадривают нас так или иначе. На Ютьюбе. На Ютьюбе, конечно. За предграмме. По всем, за в ТикТоке даже. Во всех соцсетях, где мы присутствуем. И в Дзене. Да. От себя что я хочу сказать? Мира, добра, любви, свиданий. Всем желаю в наступающем новом году. Блин, трайфлов я вам желаю. Кампец. Просто миллиарды трайфлов. Ну и, конечно же, просто тепла, чтобы вас понимали те люди, которые вы хотели, чтобы вас понимали. Ну, надо сказать, что Дмитрий довольно емко описал все, что хотелось бы и мне сказать. Поэтому я просто скажу, с наступающим новым годом, счастья, здоровья мира, питайтесь вкусно, изучайте новые рецепты. Пускай первый раз не получится, но зато потом, через сто попыток. Но у нас-то получается с первого раза. Присоединяюсь к своим друзьям. Спасибо вам огромное за то, что провели этот год с нами. Увидимся в следующем году. Будет больше контента, больше приколов, больше гусей, яблок и апельсинов. Здоровья, радости и мира вам и всем, кого вы любите. С Новым Годом! С Новым Годом! С наступающим! Да, кстати, не забудьте подписаться, прожмакать колокольчик, подписаться на все наши соцсети. Все остальное вы видите вот здесь у вас, наши разные другие выпуски на Ютьюбе. Все. Экспекту патрону! Адвокат! Адвокат!